Губернатором Новый Советник, как мы уже сообщали ранее, им стала Алиса Аксёнова, бывший президент Владимира Судельского музея-заповедника. Сегодня она гость студии 6 канала. Алиса Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, разрешите вас поздравить с новым назначением, с такой почётной должностью. Прилателем успехов на новом поприще. Алиса Ивановна, я знаю, что уже в ближайшую среду у вас назначено в суд для совещания с администрацией города. Скажите, какие вопросы вы бы хотели поднять и рассмотреть? Почему я согласилась, сразу согласилась на эту должность? В полной уверенности, что те вопросы, которые я буду ставить, больные, они будут решаться. Нельзя терпеть больше базар на площади торговой. Нельзя. Коробки из-под бананов, вот эти палатки, которые, ну, пляжные они, вот эти синие полосатые. Вот. Сколько торговцев создали, никто не знает. Нужны сувениры? Нужны. Но нужное место достойное. Это не базар, это не Турция. Лошади нужны? Нужны. Но не в таком виде, как они и здесь. Вы знаете, я из-за границы, помню, из Вены, из Будапешта, в Карловых Варах фотографировала. Даже те приспособления у лошадей, прямо вплотную технологию перенять, чтобы лошади не гадили, не оставляли следы, ну, естественные, на... Никто ничем не воспользовался. Вот. Порядка нет в этом лошадином транспорте. Где стоянки? Какие маршруты? Узкая улица Кремлевская, идет группа. Ей в головы, вот, в спину дышат лошади. Ну, и вот целый ряд таких вот самых вопросов животрепещущих. Я думаю, один из вопросов, который я буду с новым начальством обсуждать, это все-таки приблизиться к решению судьбы Риза Положенского монастыря. Разорение, бурьян, там просто кошмар какой-то. И никто этим не занимается. Я буду докладывать губернатору на ее одобрение. Но уж если она одобрит, я убеждена. То есть мы, наверное, все уже убеждены, что она умеет решать проблемы, назревшие. Вот так, наверное. Алиса Ивановна, ну я понимаю, что за суд для вас особенно сердце болит. Да, за суд для вас много других городов. Вот, в частности, все мы живем во Владимире. Во Владимире какие самые острые, наболевшие проблемы, которые вы бы изменили, хотели бы изменить? Ну, вопросы буду ставить. Роль советника ведь не надо превышать. Ну, например, все-таки это я пробивала, это именно писала, надоедала. Публикации в печати были. Не на месте стоит Андрей Рублев. Ну вот, в прошлом году деньги были выделены, проект сделан. Но вот он окончательно еще не утвержден. И в этом году его передвинут. То есть он не возглавит парк Пушкина, перестанут острить по поводу того, что Андрей Рублев рисует снатуры Владимира Ильича. Это уже поднадоело. А что он станет ближе к Успенскому собору, то есть там, где он оставил свои гениальные фрески. Лучше это, что осталось. Вот. Ну, теперь такие вопросы спорные. Ну, вот, например, я буду уговаривать. И к родоначальникам наших, что, наверное, все-таки на улице центральной блинчики они свою миссию выполнили. Есть Макдональдс, к примеру. Какая там замечательная площадка, может быть, видовая. Вот. И отдых людям, которые идут от золотых ворот в центральной площади. И какой вид потрясающий откроется на Заклязьминские дали. Алиса Ивановна, тогда вот такой вопрос. Вы вообще чувствуете в себе силы для того, чтобы вот эту вот должность, скажем так, хватит ли у вас сил на эту работу? Такую объемную, такую важную, сложную. Силы? Ну, как силы. Ну, конечно, то, что раньше я ворочала, наверное, сил физически. Возраст нельзя забывать никогда. Но если есть очень большой накопленный опыт, если есть то гражданское сознание, которого, может быть, у кого-то и не хватает, напористость, отсутствие страха перед начальством, за что мне впадал часто. Вы знаете, по силе возможностей, возможностей, ну, я думаю, что бесспорно что-то я сделаю. В музее не скучаете? В музее я очень боялась, что у меня будет горькое чувство, что я с тоской буду приходить. Вы знаете, у меня видно настолько все это вот рожденное, что я приведу такой пример. Ну, вот мать, родной, ну, что будет, ближе, сын. Он женится. И бывает, это страшно, когда дикая ревность свекрови к невестке. Бывает. То есть сын не уже не ее. Вот я очень хорошая свекровь. Не вмешиваясь, и свобода. И вот такое же чувство у меня и к музею. То есть он родной, я прихожу. Со всеми уже тут вот объятия, ну, какие-то новости, значит, все это в очень дружелюбной обстановке. Вот. Но ни печали, ни какой-то горчи, ни отнюдь зависти, вот, начисто нет. Спасибо, Алиса Ивановна. И я напомню только, что мы беседовали с Алисой Аксеновой, новым советником-губернатором Владимирской области.